здравствуйте друзья добрый вечер понедельник вечер еду домой а понедельник у меня если вы помните это такой день когда appointment заранее назначенных нету а есть довольно много общения такого помимо того вот в частности две книжки сегодня подарил разным людям там они заходили из прошлой жизни можно сказать там из разных обстоятельств заходил поболтать человек с которым мы учились на одном курсе только на разных факультетах вот он тут был на большой должности senior project менеджером громадный мобильной конторе мы вообще железячники мы люди связисты в общем-то хотя он когда-то и кодировал тоже там embedded системы дел фермер вот таким помоложе когда был но в общем не суть и сегодня у меня день был так посвящен или как говорят прошел под знаком прошел под знаком автоматического тестирования как светлого будущего всего человечества то есть надо было понять что с ним дальше делать я не знаю поймете ли вы эту шутку но вот была такая шутка в советское время до рабы древнего рима восстали под лозунгом да здравствует феодализм светлое будущее всего человечества да ну не суть так вот значит кто понял молодец я вот тоже думал о светлом будущем всего человечества и общем пришел к некоторым вывод поэтому я выводы пока не буду оглашать там до дело дойдет вот но стал я вспоминать динамику на этим все-таки школе нашей больше двадцати лет уже с августа девяносто четвертого года и вот я вспоминаю как менялся уровень нашего студента вот они приходили и у многих не было компьютер я уж про английский вообще не говорю это отдельная история мы учили по-русски там первые пару лет но компьютеров не было многих это было не дешево знаете компьютер стоил 1000 долларов и в девяносто четвертом году 1000 долларов это было очень прилично особенно с учетом того что народ бедствовал просто день невероятно и тысячи долларов были большие деньги но во всяком случае вот они спрашивали а можно скажите а можно вот у вас учиться без того чтобы дома был компьютер я говорю нет никак нельзя вы не сможете учиться не сможете искать работу компьютер нужен я буду возьмите у кого-то кто вам одолжит может нам на несколько месяцев но так как потом вот мы я помню мы боролись с тем что некоторые не знали как дискетку вставить тогда были такие дискетки три с половиной дюйма вот хотя по моему сначала были пять пять двадцать пять потом уже появились три с половиной да это все на наших глазах происходило не знали какой стороной вот потом чуть позже уже году в девяносто восьмом в девяносто девятом уже компьютеры у всех были уже все были за рулем так вот так что без машины это редко было у кого-то но вот например я многих заставлял по физически просто я настаивал чтобы они завели им адрес электронной почты бишь не было ни у кого а чё им зачем ему электронная почта вот собственно и такое должен делать вот и народ заводил адрес электронной почты я им говорю послушай ты войти ты ищешь работу тестировщиком ты не можешь сказать у меня нет электронной почты звоните мне по телефону у тебя есть адрес электронной почты вот пойди и заведи на хатмейле там на чем тогда был яху там потом google появился gmail вот у меня даже была такая прибаутка как понимать что вот без мыла пролез в тестеры вот значит у него не было адрес электронной почты но нашел работу несмотря на это влезть без мыла в тестеры ну что еще было какие были глубины падения даже трудно сказать было время когда народ не пользовался смартфонами это еще не так давно было и я вроде там подкалываю но с другой стороны я сам смартфоном хоть и давно пользуюсь но не изобильно то есть это самые базовыми фишечками потому что я на самом деле сижу целый день у компьютера и мне как бы ну только как в крайнем случае только там если позвонит может вот так я довольно мало сам пользуюсь но правда я и не собираюсь там быть тестом вот плюс я в принципе владею неплохо просто мне в лоб это все вот но сейчас что получается сейчас приходит народ который по тамошним временам по тогдашним временам это было что-то вообще немыслимое приходят люди у них смартфоны у них там лэптоп тут станция там у них там маг есть у него и этот есть у меня там еще что-нибудь у него есть и они такие все компьютеризованные как я не знаю что я про молодых я вообще не говорю то есть они уже родились там с каким девайсом в коляске их возили вот вы посмотрите на детей это вот сидит там у врача в кабинете или там где-нибудь там родители пришли вот к нам в школу пришли пока родители разговаривают детям бах там какой-нибудь таблеточку сунули и они там играют свое и так далее поэтому сегодня народ в пользовательском смысле очень далеко продвинулся по сравнению с тем как это было там 20 и даже 10 лет назад очень очень продвинулся сейчас все покупают чего-нибудь на интернете все умеют делать поиск там в гугле там или еще где-то я я не хочу сказать все смысле вообще все но я имею те кто к нам приходит более более менее приводит при том чтобы треть тех кто пришел заворачиваем если раньше мы например разрешали три раза брать тест мы сейчас говорим два раза два раза взял не прошел через полгода раньше не приходи там фиксируем чтобы не ворочил голову никому нет так нет значит но есть конечно люди которые не пользователи это правда или он допустим такой пользователь что вот он там погоду смотрит в магазине там чуть покупает ну в социальных сетях общается а вот допустим файл сохранил не помнит куда или понимаете да вот там такие как бы навыки пользовательские но очень такие поверхностные а там как только до файла дойдет я же не говорю там windows переустановить боже мой кто в этом мире переустанавливал windows там из пользователей но все-таки я уж не говорю там про виртуальную машину это вообще уже там какой-то суперспециалист хотя тем не менее есть очень и очень продвинутый народ и в этом смысле тоже пользовательский не непрофессиональный там и так далее очень много стало людей которые в колледжах или там в каких-то других формах учебных заведений брали какие-то классы более ну менее компьютерные кто-то там java брал кто-то брал там базы данных сиквел кто-то unix там какие-то вот дайте то есть люди которые успели в америке уже пожить несколько лет вот они приходят какие-то классики даже брали то есть в общем-то смотришь так ничего я уже не говорю о том насколько лучше стали говорить по-английски ну вы правда и перестали брать особо таких кто не очень хорошо говорит но но приходит нормально разговаривающим сейчас сейчас нет такого потока как был когда-то там беженская миграция когда люди свалились на вэлфер сели по-английски не говорят и не спешат особо учиться вот сейчас сейчас этой волны сейчас может быть я немножко заменяют гринкарт лотерейщики которые тоже вот только вот когда билет был на руках уже узнали что страна англоязычна но всяком случае к нам такие не попадают и к чему это все это историю долгую значит от одного к другому пользователь растет вместе с пользователем растут требования вот я часто слышу говорят ой да сейчас такие требования раньше таких требования не было это правда но раньше и людей таких как сейчас не было раньше такой как сейчас вот средненький это была суперзвезда с точки зрения пользовательских навыков а сейчас это каждый так ну второй там но есть принципиальная фишечка которая добавилась и которая как бы сказать просто так вот из ничего не появится то есть скажем пользовался пользовался и вдруг вот до пользовался и фишечка это называется программировать не не дай бог не имеется ввиду какой-нибудь там девелопер который вот может включиться какой-то проект писать какие-то applications или там для фронт-энда для бэкэнда не дай бог ну шо мы такое говорим вот но вот кодировать там есть на на пайта не надо джава я вас умоляю зачем джава ну вот там питончик да значит он должен писать как какие-то там простенькие задачки он должен знать там десяток полтора стандартных алгоритмов которые должен знать человек который изучал там день в колледже этот язычок программирует самое интересное что допустим из 10 работ где они говорят automation там python там еще что-то в восьми работах у него шанса не будет ни малейшего применить эти знания но они хотят чтобы было причем они не вообще хотят как вот раньше они вообще хотели пишешь там никто не спросит мнение они спросят они сегодня начинают спрашивать во всяком случае в кремниевой долине так за пределами кремниевой долины мы видим примерно то же самое что было здесь скажем там десять лет назад то есть нормально они готовы тебя подучить там если что было бы желание там то есть нет такого что вот уже прямо за горло схватили почему в частности потому что там нет нет вообще людей то есть если в долину идет колоссальный приток выпускников университетов и не обязательно выпускников вот этого года а может быть люди уже пару лет поработали они сюда стекаются в хорошие компании им что-то хочется такое то вот там такого нет поэтому они имеют дело с тем что есть на местности а на местности но вот что есть то есть и они это то что есть они там готовы подучивать там и так далее там проще а вот конкретно тут в кремниевой долине значит так не выходит и значит мы сдвигаемся я думал господи уже 60 лет человеку уже там о душе подумать там о пенсии какой нифига то есть я теперь думаю о том как нам быть с программированием так что вот будем соображать будем соображать ну в общем я вас уверяю что мы придумаем и вещь будет работать но такая ну не халява конечно халявой назвать нельзя но во всяком случае не программирующий тестер это больше не наш идеал то есть мы конечно продолжаем там в каких-то объемах это делать но но в общем то мы меняем определение того что мы хотим делать и так потихонечку я думаю что в течение полугода максимум года мы где-то вынырнем совсем в другом месте вот это для тех кто интересуется на будущее поэтому народ изучайте матчасть сразу вопрос а какую матчасть ну вот изучайте пока python а дальше мы добавим мы когда определимся точно какую матчасть мы вам скажем так чтобы вы могли уже приехать очень хорошо подготовившись скажем что и скажем где и скажем как вот а если не будете готовы иначе приедете и будете деньги за это платить чтоб вас научили просто все дороже будет стоить вот собственно и все хорошо ладненько значит на этом мы с вами прощаемся давайте давайте Продолжение следует...